Украина постепенно возвращает с оккупированных территорий детей. Почти 400 украденных россиянами несовершеннолетних украинцев уже дома. Еще около 20 тысяч официально идентифицированных до сих пор вынужденно живут в страхе оккупации или на территории России. Далее в нашем эфире история 17-летнего сироты из Мариуполя, Михаила, который более полутора лет проживал в захваченном регионе, но не терял надежды вырваться из лап русского мира, оставаясь в так называемой приемной семье. Парень наконец-то встретился с родными сестрами и начал учиться в Хмельницкой области. На этих кадрах 17-летний Михаил счастлив, ведь ему удалось встретиться с родными в свободной Украине. Приемная семья, в которой жил парень, осталась в оккупированном Мариуполе. Им предлагали выехать, выехать из города, но они отказались. Они хотели остаться в городе, потому что считали, что так будет для них правильнее. Жизнь в оккупации почти сразу стала для юноши невыносимой. Учеба в школе исключительно на русском. Каждый понедельник разговоры о главном, а кроме того принуждение к получению российского паспорта. Рассказывали о политике, обо всем этом. Линейка была, пели российский гимн. С украинским паспортом ты нам не нужен. Только российский паспорт. Михаил решился на побег к родным сестрам, которые уже находились в Мельницком. Он преодолел непростой путь через Россию, Беларусь и Польшу. Провел четверо суток практически без еды и связи. Помогли случайные знакомые, волонтеры и профильные министерства. Кое-кто мне помог. Например, еды или воды дали. Потому что они понимали, что ребенок едет и у него практически ничего нет, кроме сумки и куртки. И вот долгожданная встреча с родными. Добро пожаловать домой. Два года назад из оккупации вернулся и 17-летний сирота Максим вспоминает, как в Донецкой области украинским детям-сиротам россияне обещали золотые горы. Приехал мэр и сказал, что даст нам общежитие и колледж, в котором мы будем учиться, и профессию, в которую мы захотим. Но в итоге так ничего не произошло за эти полтора месяца. Директор колледжа лично ездил за детьми на оккупированные территории. Посодействовали волонтеры, профильные министерства и неравнодушные. Я ездил в оккупированный Донецк за двумя детьми-сиротами. За Бойко Максимом и Мокровским Иваном. Забрал их оттуда. Другие дети выехали сами. При выезде из так называемой Донецкой народной республики в Ростовскую область ФСБ два с половиной часа их допрашивало. Михаил начал учебу в релацированном в Хамельницке Мариупольском профильном колледже. Парень уверяет, выехать из оккупации сложно, но возможно. Я пожелал бы всем, чтобы не теряли надежды и верили, что все получится. Добрые люди помогут. Те, у кого есть душа, они помогут им выехать. Все дети-сироты из Мариупольского профильного строительного колледжа сейчас в безопасности. Часть студентов учатся очно, многие дистанционно, но все верят, что после победы обязательно вернутся в родной город.